Сегодня в Саратове огласили приговор Романа Ковшу, его доставили в Афрунзенский суд, известного в городе предпринимателя обвиняли в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Бизнесмен пытался подкупить сотрудника Федеральной службы безопасности, чтобы тот его, как говорится, крышевал. Передал сотруднику управления ФСБ России по Саратовской области взятку в размере 1 миллиона рублей в качестве первой части от ранней предложенной суммы в размере 5 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначало за содействие со стороны должностного лица в оказании воздействия на руководство коммерческой организации, в получении от них согласия на выдачу технических условий. Задержание произошло еще в прошлом январе. Коммерсант договорился с силовиком и собрал для него миллион рублей. Это из пяти. Просил помочь поговорить с представителями другой организации, чтобы те согласились перенести газопровод. Трубы проложены под участком ковша, а его он хотел застраивать. Бизнесмен отдал деньги посреднику, после чего его задержали. Ковша Романа Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ, назначенному наказанию в деле лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания исправить на колонию строгого режима. Срок наказания ковшу Роман Владимировичу считает 21 мая 2019 года. По некоторым данным, Роман Ковш является племянником бывшего многострадального мэра Саратова Юрия Аксененко, обвиняемый владеет несколькими рынками в городе, в том числе и Блашином, что в районе железнодорожного вокзала. В общем, человек далеко не бедный, правда, теперь его богатство ему еще долго не понадобится. Романа Ковша взяли под стражу, надели на него наручники прямо в зале суда и отправили в следственный изолятор номер 1. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24.